Ну, сука! Ку-ку, ёпта! Ну всё, теперь ты доигрался! Перед тебя и прихвостей твоих, и дочь твою уже никак не терпи нас! Как собак, мерзутые! Пулю и кювет! Лично! Лично теперь пристрелю! Иди с отылок в рожу твою! Готина громая! Обставить по-видимым! В решетой всех! Огонь! Огонь! Артём, скорее! Нас сейчас в классе разнесут! Блин, гранату бы! Че? Я так наркоманом стану! Пустите! Не стреляй! Не стреляй! Я просто кочекоман, я не с ним не умею! Огонь! Обрустать! Как можно ближе к котлу! Хорошо, парень! Давай за мной! Откройте рот! Закройте уши, ребят! Ща будет бадабум! Артём, ты цел! Слава богу! Поздравляю, теперь мы не просто предатели, а самые настоящие вражеские диверсанты получаемся! Мы стоим и проверяем дозиметры, потому что все они показывают почти нормальный фон, будто сговорились! Но эта потрясающая новость никого особо не радует! Ребята не понимают, что делать дальше, а лично я жду ответов на вопросы! И надеюсь, что командир, которому я до сих пор доверял безоговорочно, будет очень убедителен в этих ответах! Что приуныли? Мы сейчас на развилке. Все недоумевают, куда дальше, вперёд или назад? Налево или направо? Мда, примерно этого я от тебя и ожидал, но суть передана верно. Что, твой счётчик тоже в норме? Точно перепроверили? Да, точно. Фон в норме. И у Степана тоже норма на дозиметре. Можно дышать без масок. Так, значит, не врали. Кто? Кто не врал? Почему ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Хорошо. Начну с главного. Война не окончена. То есть, как это не окончено? Так, не перебивай. Большая часть городов уничтожена. Уцелевшая часть страны, вероятно, пугает. Вероятно? Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственное возможное решение не подавать признаков жизни. Для обеспечения маскировки был разработан план ЩИП. Сеть станций радиоподавления, покрывающие территорию Москвы. Чтобы всякие радиолюбители своим нытьём в эфире не навретли на нас новые боеголовки. И одна из этих станций была отключена геологическими усилиями здесь присутствующих. А раньше сказать было нельзя, когда Артём с рацией ходил за своими рентгенами и мечтой? Нет, нельзя. Я сам доступ получил полгода назад. Под грифом «Расскажешь – сдохнешь». Ребятам врал, что метеостанцию охраняем. Святослав Константинович, если нельзя назад, как насчёт вперёд? Есть мысль, но... Артём, чем молча глазами сверкать? Проверь лучший эфир на длинных волнах. Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали. Так что постарайся. Ищи позывной «Ковчег». Понимаешь теперь, почему в глазах командования мы предатели? Вывели из строя глушилку, расстреляли охрану, уничтожили патрульный бронепоезд и убрали из Москвы. Ах, тут и триминал не нужен. Дороги на море нет. А раз так, надо двигаться вперёд. Что ещё за командование? Командование обороны Москвы. Слышала про невидимых наблюдателей? Слышала, но это же просто сказки. Не сказки. Это они и есть. Уверен, что они Москву защищают, а не свои задницы. И что за... Ковчег. Если Артём поймает позывные, всё узнаешь. А если нет, то и говорить не о чем. Ты думаешь, этот Ковчег... Все грехи спешит? Нет. Но если есть идеи, что делать, милости прошу. Да, есть. Найти место, куда людей из Москвы вынести. Как Артём мечтал. Врагу всех сдать. Отличная идея. Знаешь, давай пока решать наши проблемы, а не всей Москвы. Ладно. Как там дела, Артём? Не нашёл? Здесь же целый мир. Целый мир, и в нём можно жить. Пока что мы знаем одно. Здесь нормальный фон. Да, дышать можно. А осадки? Ну и что? В Москве-то и дышать нельзя. И? Кто здесь живёт? Мы не знаем, как они встретят нас. Ну-ка, ну-ка, это что? Квадрат 1811-7. Всем слушать. Квадрат 18-7. Повторяю. Объявляется общий сбор. Точка сбора. Код 1811-7. Так, где там номер это? Квадрат 18-5. Так, мы сможем преодолеть все неизгоды. Ага, гора Яматал. Ясно. Маршрут выисовывается примерно такой. Вот наша цель. Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это. Проект Ковчег. Это целый подземный город. Огромные запасы техника. Лучшие специалисты. Это ставка верховного главнокомандующего. Там всё руководство страны. И они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что Москва жива. Что всё было не напрасно. И всё изменится. Всё, вы понимаете это. Начинается новая жизнь для всех выживших. Ура, класс. А с женщинами там, кстати, как ситуация. Орлы. Ну раз такой случай, Дамир, доставай. Что доставай, товарищ полковник? А что у тебя вечно во фляге булькает? Что, думал, не знаю? А, это... Это я мигом. Это я не поверил сначала. Но до Урала путь не близкий. Давайте, что ли, обустраиваться как-то. Название этой развалине дадим. А что, давно пора? Предлагаю Анютины глазки. Да иди ты. Перезю. Перезю. Ещё лучше. Да ну. А как насчёт Авроры? Богиня Утренней Зари и Крессер... Ну, сами знаете чего. Другое дело. Ахахах, неплохо. Мне нравится. Красивое имя. Вообще норм. Но Крессер чего? А, потом расскажу. Значит, решено. Когда успели налить? Артём, давай на карту-то посмотрим. Ну, отметили и хватит, пожалуй. Ермак полный вперёд. Есть? Пойду я. Передашу свежим водородом, что ли. Чего себе, маршрут. Сколько же нам туда ехать? Ну, если дороги будут норме. И деревья? Знал от Амуна стрелу в сердце, а получил от гибридового мужика пулю, но мимо. Ты точно в порядке? Я и тебя знаю. Точно. А шрамы только украшают мужчину. Во, а там впереди барыши небось, а во сколько? Куда мне вновь-то? Тут важно не число, а умение. Зачем только мы держим сотни строителей? Тысяч. А вы давно с этими сглушилок работать начали? По рельсам смотрителей. Вот почти. Они меня чем замалили? Надеюсь, что, мол, опыт мой поможет жизни метро сберечь. Проведя станции, возле наблюдений за миграцией монстров, рассказывали. Ну, я и верю, затривился. А два месяца назад они людей на Аврору мою погрузили, потом охрана их вывела, а вернулась уже без них. Подвезли, говорят, до станции дальней. А станция-то там с войны еще завалена. А потом я один как-то возвращался, паровоз остановил и нашел тех людей. Там и дети. В общем, они скоро поняли, что я видел, я котлован. И давай мне про шпионов по ушам ездить. И вы поверили? Ну как? Сначала показалось, проще будет поверить, а потом сорвался. Тогда совесть мне прямо и говорит, расскажешь, кому умрут все, кто слышал. Если надо, и всю станцию на тот свет отправим. Так вот и ездил с тех пор, стараясь в ту сторону не смотреть. А когда вы появились, и Артем потом, я понял. Все, теперь я не один. Ну как такое в себе держать? Теперь понимаю, почему вы так... Артем, слушай, сходи хоть воздухом подыши. Без противогаза. Ты же всегда об этом мечтал. Какая красота. Блин, тут и рассказать-то всего ничего. Здравствуйте. Без его уст. Сумасшет! Что, Моисей наш? Чуешь, какой воздух без намордника сладкий? Или не сладкий? Сколько у него оттенков в пусы-то всяких? Странное чувство, да? Помню, как ты нам рассказывал, что на Станкинской башне противогаз снял. Когда по темным ракетами шады рахут. Тогда воздух, небось, горчил? Но как знать, Артем? Если б ты тогда ракеты не пустил, то и на башню бы не болеть. Сигнал тот по радио тоже не услышал. Жизнь, знаешь, странная вещь. Одна случайность, другой скована, как звенья цепи. И ты тащишь эту цепь из темного колодца. Звенья появляются по одному из темной воды. А что дальше в ведре? Чего в конце придется испить? Вот она загадка. Я вот часто, как выбор какой, долго думаю. У каждого поступка будет последствия. И бросить цепь нельзя. И хлебать из ведра придется до дна. Вот и каково оно, чувствовать себя Моисеем за цепь потянувшим. По-моему, это вот самый благоразумный. Ну или, по крайней мере, начитанный. Если радиации нет, получается, мы теперь всех из Москвы вывезти можем. А неважно, какая радиация, товарищ американец. Жителям Москвы придется остаться в Москве. Почему в самом деле? Совсем мало отъехали, а радиации нет. Это у вас в Америке может так все просто. Было. А у нас тут все всегда очень сложно. С утра мы герои метро, а к вечеру уже вредители и шпионы. И это еще до того, как поезд их под откос отправили. А все почему? Потому что теперь мы знаем кое-что, чего раньше не знали. То, что считали правдой, оказалось ложным. И только за это нас готовы к ногтю всех. Ну и что? Ну вот начальство Гамзи, наверное, знало, что тут можно жить. Но люди простые ведь не знали. Мы скажем им, кто тогда захочет остаться в метро? Скажем? Да если они ради своей правды баб с детишками через мясорубку проворачивают, то уж тебя-то, дядя, самые подавно схарчат. Вернуться никак. А радио тоже. На то глушилки и стоят. Ну или так. Прорвался ты, Рэба, такой в метро. Донес до них истину. Все тебе, конечно, сразу поверили и говорят, окей, Моисей, валим из этого странного Египта. Ты представляешь, сколько людей из-за этого погибло? Представь себе население средней станции. Даже если Ганза стрелять не станет. Куда они дойдут? До первого гнезда на Сочее. Это мы тут вигачим на Восточном Экспрессе в рассветное солнце. А там будет другая картина. А если организовать эвакуацию? Кто это сделал? Ганзейцы? Которые нас 20 лет в катакомбах продержали. Или мы с тобой? А ведь надо не просто из Москвы вывезти, а и привезти куда-то. Где-то поселить, чем-то кормить. Не, брат. Я тебя понимаю, но тут все явно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Да, просто воздух чистый. Дешать можно, я обрадовался. Так это что вышло? Полковник знал, все получается. Ну, ему по званию как бы положено. Он же с Ганзей договаривался. Куда бы мы без них после Т-6? Кто нам оружие дал? Кто личный состав доукомплектовал? А нам с тобой, брат, не положено. Наше дело маленькое. Думать о хорошем и не давать дуракам в метро друг друга истребить. Кто, блин, если не мы? Неприятный ты человек, идиот. Слишком умный. Слушай, Домир, я думаю, а как далеко мы уедем? А я знаю. Противогазы не нужны. Дорога через всю страну. Красота. Едь не хочу. Надо Ямонтау. Тысячи две километра вроде. Нет, я не про это. Горючее у нас на сколько хватит? Сколько эта машина потребляет? А, ну, жрел, конечно, будь здоров, знай, кидай. Но это уголь. Его на каждой станции должно быть запасено. А если не найдем, так и на дровах можно. Чего погрустнел, Домир? Да я, дурак, фильтров как раз накупил. Мог за те же патроны сухпая на полгода взять. Или химзу новую. Еще и пер их на горбу. Капрал с соловьем разливался, мол, бери, запас, Харман не тянет. Еще на сдачу книжку мне всучил. Цитаты председателя... А че за писатель такой, кстати? Мау. Ну вот, я как дебил с книжкой этой дурацкой дефильтрами и поехал. А тут нам как раз патроны заводские пригодились бы. Мало ли кого встретил. Ну вот зря ты так про книгу. Как минимум, там полезные мысли на все случаи жизни. В особенности по части войны с империализмом. Вдруг с ними драться по дороге придется. Хотя пока чуть другая драка не приключилась. Точно. Аня, не на шутку разозлилась. Хотя, может, и зря. Полковник тоже вроде не все понимает. Как, по-твоему, кто прав? Мэй! Тот, кто не ошибается. А кто не ошибается? Кто никогда ничего не делает и не говорит, понятно. Да я не о том. Сейчас кто прав? Все правы, брат. И все ошибаются. Сколько трудов-то на эту... Ничего я скулил. ...дорогу. Я не огорчаюсь, если люди меня не понимают. Огорчаюсь, если я не понимаю людей. Ладно, ребят, приятно было с вами поговорить. Всего хорошего. Да. А вам за город проводов не хотела сводить? Нет, дочка. Не приходилось. Я ведь машинистом метропоеза служил на Кольцевой. На Кольцевой. Вместе сейчас. По кругу и по кругу, по кругу и по кругу. А там что ехать-то? Раньше всю Кольцевую проехать меньше часа. Вот я и думал. Хорошо, мол, из метро уволиться. Держи железную дорогу. Не как крысам заберите тыркаться по всей России-матушке. Жена против была. Эти. Двое. Я как с ней не заведу про железную дорогу. Про мечту свою. Она потом месяц со мной не спит. Протестует. Да. А Москву как накрыла. Татьяна моя. Сашенька-нваж. Тоже. Я был на службе. Иришка встала меня в метро. С курсов возвращалась. Так мы вдвоем и выжили. Но в конце концов я и ее потерял. Туберкулез. Ах, какие дела. Вот я машину веду, а сам с Татьяной моей разговариваю. Что, Таня? Все-таки не удержала ты меня. Вот он я. На настоящей железной дороге. Машинистом. Эх, Танюша. Прости, что-то я расчувствовался. Ну, что вы. Это вы меня простите. И спасибо, что рассказали. Ну, давай. Артем, а там радиомузыки какой нету. Земельник! Как-нибудь. Артем, давай так, что было, то было. Да, я тебя не останавливал, когда ты лазал наверх. Да, отговаривал. Да, не говорил, что мы не единственные, кто выжил. Но у меня самого, у меня допуска не было. Это государственная тайна, ясно тебе? Мне только возле нашей обороны Д-6 допуск дали. Сказали, будешь наших обучать. Потому что война продолжается. Что думаешь, я сам не охренел? За что тогда наши парни в Д-6 полегли, а? Ноги свои за что я отдал? Но я понял. Потому что война. Потому что секретность. И парни наши бы поняли. И ты пойми. Что, неужели ты не разболтал бы всем и каждому в метро? Ты ж бляха, Прометей. Тебе людей наверх из пещер. Надо вывести непремя. Романтик ты, хренов. Думаешь, ты бы кого-нибудь спас? Что вы с глушилкой натворили? Сейчас, может, Москву раскрыли из-за вас. Сейчас, может, ракеты на подмете. В общем, что бы они там про меня не думали, я не дезертир, и им никогда не буду, ясно? Если надо, я готов ответить за все. Но если есть хоть малейший шанс получить прощение, я его заработаю. И значит, нам, как споткнувшемуся бегуну, просто чтобы не упасть, надо бежать еще скорее. И не дай бог тебе еще раз поставить нам всем под ножку. Понял? Надеюсь, что так. Ну, теперь нам хоть ясно, куда бежать. Так что можешь вернуться в рубку и взглянуть на карту. Примерный маршрут уже ясен. Примерный маршрут в рубку и взглянуть на карту. Привет. Есть что? Здравия желаю. Ну что, Артем? Кажется, ты перед полковником цель поставил. Котя ненароком. Мы все помним, как ты в Д6 дрался. Так что не важно, что впереди. Поддержим. Не сомневайся. А, я вот тут... Инвентаризацию затеял. Деснота ведь. Да не в обиде. Я тут вроде стола что-то сообразить думаю. Чтобы инструмент какой найдется, он ж тут пристроит. Будет все под рукой. А то закатится какая пружинка. Ищи его потом. Так что оружие разбирать, собирать, смазывать здесь будем. Чтобы под руку никто не подбивал. Ну и не топтался тоже. По очереди, правда, придется. Да ничего, разберемся. Так что, если трофеи будут, приноси. Я проверю, переберу. Ну и починю, если надо. В общем, назад получишь. В лучшем виде. Эх, сколько я этих автоматов перебрал. И заводские, и самодеянные. Такие конструкции попадались. Обалдеть просто. Так что, если чего, по оружейному делу. Вопросы какие. Не стесняйся, подходи. Автомат он, как девушка. Подходы требует. И смазать надо, и почистить, и патроны проверить. А то, знаешь, с этими самодельными капсулями окислается гильза иногда. Ну уж, если душу вложил, в бою не подведет. Цевье, дай. Вот, сейчас эту красавицу протру, и другую почистим. Артём, привет. Ну, давай. Что ж, ладно, поработаем. Да, Аттолия, честно говоря, уже упарился. Ай, одно хорошо в этой работе. Как-то забываешь, что зима на улице. А если бы ещё потом всё тело не ломило, вообще курорт был бы, честное слово. Вот говорят, механический труд успокаивает. Не, ну, вот вообще-то, эдкое умиротворение, понимаешь? А то ж. И вот говорит, эээ, динамическая медитация. Философ, вот пришёл бы да помедитировал тут. Всё? Я, конечно, понимаю, труд облагораживает. Но давай составим график смен. Я знаю как минимум двух бездельников наверху, которым делать нечего. Вот ты? Всё? Да ладно, давай дальше я. Вот, их мы сюда и приведём потом. Да. Ну ладно. После долгих лет в подземелье воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Её дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента, ни армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Только где они были, пока мы жрали друг друга в подземельях метро? Когда доберёмся до Ямонтау, мы обязательно спросим об этом. Только доберёмся ли? То, что когда-то было нашей страной, теперь, по словам Мельника, захвачено врагом, и нам придётся прорваться с боем. Маленький отряд против оккупационных армий. Каковы шансы получить ответ? Да господи, лучше бы объединились. На кой чёрт сражаться с противником, если он так силён, как вы о нём думаете?